Друзья, рад всех видеть. В этом видео мы поговорим, как индивидуальному предпринимателю снизить налог на коммерческую недвижимость. Довольно часто в собственности у предпринимателя находится коммерческая недвижимость, которая приносит доход. Соответственно, налоговый кодекс устанавливает обязанность по оплате взносов в бюджет государства. Я расскажу вам, как рассчитывается налог при владении и продаже коммерческой недвижимости, а также о сроках и условиях его оплаты. Для начала давайте разберемся, как с определениями, как коммерческая недвижимость имеет значение нежилого помещения. Но стоит разграничить простые нежилые помещения. К примеру, гаражи и нежилые помещения, используемые для излечения прибыли. Например, магазины, салоны красоты, ателье и тому подобное. Индивидуальный предприниматель, который владеет нежилой недвижимостью и использует ее для излечения прибыли, должен платить налоги на владение и продажа. Налог на владение коммерческой недвижимостью. Собственник некоммерческого помещения обязан до 1 декабря года, который следует за истекшим налоговым периодом, оплатить налог на владение объектом коммерческой недвижимости. Размер налога налоговая инспекция определяет согласно статье 14 Налогового кодекса. Этот налог является региональным. И, соответственно, именно законодательные, представительные органы субъектов Российской Федерации определяют ставку, порядок и сроки уплаты налога. Но, безусловно, в пределах, которые установлены Налоговым кодексом. Сумма рассчитывается на основании кадастровой стоимости объекта. До 2015 года на основе инвентаризационной стоимости. Но эта практика будет внедряться в регионах постепенно до 2020 года. Поэтому, чтобы узнать сумму, которую вы должны заплатить, необходимо воспользоваться данными, указанными на официальном сайте ФНС. Ссылку на которую я оставлю в описании под этим видео. Также стоит отметить, что по новым правилам налог стал больше. И это ощутили собственники торговых и промышленных предприятий. Поэтому государство установило временный понижающий коэффициент, который будет действовать до 2020 года. Статья 406 Налогового кодекса устанавливает налоговую ставку в размере 2%. Налог от продажи коммерческой недвижимости. Индивидуальные предприниматели при продаже имущества уплачивают налог, размер которого зависит от системы налогообложения и ставки. Основная ставка составляет 13%, но для лиц, которые большую часть времени проживают за границей 30% от кадастровой стоимости объекта. При УСН применяется ставка 6%. Если имущество было куплено до января 2016 года, вы освобождаетесь от налога. Дело в том, что до января 2016 года действовало правило, по которому налогоплательщик освобождался от налога, если объект был в собственности более трех лет. А три года с января 2016 года – это как раз январь 2019 года. При приобретении имущества после февраля 2016 года срок владения, после которого налогоплательщик будет освобожден от уплаты налога, составляет 5 лет. Но очень важный момент. Согласно внесенной поправке, если помещение использовалось для коммерческих целей, на него не распространяется указанное положение об освобождении уплаты налога. На практике также часто встречаются ситуации, когда физическое лицо продает коммерческую недвижимость, как личную, предполагая, что на него будет распространяться норма об освобождении от уплаты налога. В случае владения объектом более трех или пяти лет, в зависимости от года приобретения. Но налоговая считает иначе. Физические лица обязаны платить налог с продажи коммерческой недвижимости. Если получали доход как индивидуальный предприниматель. Соответственно, даже если вы купили коммерческую недвижимость до регистрации ИП, а к моменту продажи объекта ИП уже закрыли, налог заплатить придется. Получается, что позиция налоговых органов сводится к периоду эксплуатации объекта и факту получения дохода. Если хочется обезопасить себя от требований со стороны налоговых органов, лучше переоформить имущество. Через дарственное, на доверенное лицо, например. Можно ли уменьшить сумму налога на продажу? Как я уже говорил, при УСН применяется ставка 6%. Если во время использования помещения вы не пользовались УСН, то при продаже придется заплатить 13%. Но при наличии действующего ИП, работающего по УСН, можно заплатить налог по сниженной ставке. Правда, придется доказывать, что объект использовался в настоящей предпринимательской деятельности. В случае, если зарегистрировано ООО, уменьшить взнос тоже можно. От того, внесен ли объект недвижимости учредителем в уставный капитал. Зависит, какой налог вы будете платить. Если помещение входит в уставный капитал, при продаже учредитель имеет право компенсировать свои затраты на приобретение собственности. Если они близки к доходу от продажи, можно снизить сумму налога. Нюансов в вопросе очень много. Поэтому при расчете налога на коммерческую недвижимость, рекомендую воспользоваться онлайн-сервисом на официальном сайте Федеральной налоговой службы. В котором есть калькулятор расчетов для конкретного региона и возможность пересчета с учетом всех индивидуальных характеристик объекта и ситуации. Ссылку на сайт я оставлю под этим видео. Друзья, если вам понравилось это видео, вы можете поставить лайк, либо дизлайк. Оставляйте комментарии под этим видео, я обязательно отвечу. Всем удачи!